Любовь Соболь, юрист ФБК, в этом году не только наиболее часто задерживаемая персона, она и в московских судах на разных процессах появляется практически каждую неделю. Сегодня вот в Басманном в качестве фигуранта по так называемому санитарному делу. В самом входа были стандартные формулировки, что обвиняемые могут скрыться, могут воспрепятствовать следствию, хотя опять же непонятно тогда, чем занимается собственно следствие, если им не хватает допросов 300 свидетелей, значит надо еще каких-то там свидетелей допрашивать. По словам Владимира Воронина, в ходе заседания руководитель следственной группы по санитарному делу попытался вручить Любови Соболь повестку сразу по четырем искам Евгения Пригожина, известного как повар Путина. Однако она их не взяла, так как ей судом запрещено принимать корреспонденцию. А вот как юрист Любови Соболь прокомментировал проведение многотысячного концерта в Лужниках на фоне судебного процесса по санитарному делу, которое многие юристы считают лишенным какого-либо смысла. Я думаю, что Следственный комитет должен возбудить уголовное дело и привлечь организаторов к ответственности, потому что иначе появляются какие-то двойные стандарты, потому что кого-то привлекают, кого-то не привлекают. На мой взгляд, вчера был гораздо более вопиющий случай. Ну, это не в моей компетенции в рамках Следственного комитета. Пусть возбуждают уголовное дело и разбираются, потому что, на мой взгляд, санитарные нормы там были нарушены гораздо грубее. Многотысячный концерт в Лужниках состоялся накануне вечером. Он проходил в рамках фестиваля «Крымская весна». Мы любим Россию! На стадионе побывал и Владимир Путин. Причем, несмотря на огромное скопление людей, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что стадион был заполнен на 50%. А ощущение от аншлага связано с тем, отметил Песков, что многие люди просто стояли. Если же говорить о санитарном деле и сегодняшнем заседании в Басманном суде, то на нем тоже поднималась тема соблюдения коронавирусных правил. По словам адвокатов, Любовь Соболь попросила судью Валентину Левашову надеть маску. Однако та отказалась. На самом деле тоже противоречит достаточно грубо и общим правилам, которые в Москве действуют, и внутренним правилам судов, которые также обязывают суде всех абсолютно, в том числе и судей, находиться в Москве. Политологи же, оценивая санитарное дело, говорят о политическом подтексте и прямом давлении на оппозицию. Главная цель такого рода мероприятия – сломать саму по себе готовность протестовать, заставить людей быть покорными, загнать их под лавку, показать, что если ты будешь высовываться, тебя посадят. Вне зависимости от того, нарушал ты законы или не нарушал законы. Есть главный закон, что впереди всех на лихом коне Вадим Владимирович Путин. Если вы пытаетесь его зацепить за стремена или каким-то образом скриножить его лошадь, которая скачет в информационном пространстве, в реальном пространстве она хромает, то ты будешь наказан. Кстати, юрист ФБК Любовь Соболь на следующей неделе опять предстанет перед судом. На 23 марта назначено очередное заседание по делу о незаконном проникновении юриста ФБК в квартиру сотрудника ФСБ, предположительного отравителя Алексея Навального. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова